Он как будто ходит по воздуху. Алишер – один из тех сочинцев, которые не так давно увлеклись воркаутом. Для занятия этим видом физической культуры нужно немного – турник и перекладина. Это одно из самых доступных спортивных хобби в мире. Пришли мы года два назад на этом, когда также увидели видео в интернете, как развивается воркаут во всех странах, есть свои руководители в каждых странах. И мы решили сделать также свою команду, решили начать заниматься на площадках. Кто сильнее всех в стране, выяснится в декабре на всероссийском финале. Кто будет представлять Юг России, определяется в Сочи. Выходит два парня, и у каждого есть по три минуты показать фристайл. Так называемый свободный стиль на турниках. Они должны показать статику, они должны показать динамику, они должны показать связки из элементов и, конечно же, артистизм. Без этого никак. Это напрямую зависит, насколько это людям интересно, полны ли трибуны и насколько этот вид спорта в принципе привлекательный. Привлекательность растет на глазах. В лидерах движения Краснодар и Махачкала, Москва и Мурманск. Города разных регионов, разной величины. Доставайте свои телефоны и прочие гаджеты, снимать рекомендуется. С такими словами обратился ко зрителям ведущий соревнований. Доступность, демократичность – это отличительные черты воркаута. Более доступным становится он и в Сочи. В ближайшие месяцы в городе появятся еще две большие площадки для любителей этого направления физической культуры. В День города одну откроют в Адлере, вторую чуть позже в Лазаревском. На площадках будет место и для любителей паркура. Основа все основы муниципального образования – это развитие детского массового спорта. Администрация Сочи сегодня поставила себе задачу с 2016 года особо уделять внимание этому уличному виду спорта, поскольку те ребята, которые не нашли себя еще в спорте, не перешли в секции, они готовы будут приходить на наши спортивные площадки. Следующие этапы воркаут-баттл пройдут в Казани и Челябинске. Ну а по результатам сочинского этапа в Москву на финальный чемпионат отправляется Дмитрий Доценко из Ставропольского края и Максим Останин из Туапсе. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.